В имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, Господи, сегодня мы слышали воскресное евангельское чтение, известное как рассказ о богатом юноше. Мы слышали разговор между Господом нашим Иисусом Христом и одним молодым иудейским начальником. Итак, Господь Иисус Христос идет из Галилеева в Иерусалим в последний раз на свои страдания и смерть. Его, как всегда, с Ним вместе идут толпы народа. И вот в очередной раз Господь после проповеди встает и готов идти снова в путь. И тут к нему подбегает один молодой иудей, как мы узнаем из начальствующих, падает перед ним на колени, наверное, для того, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы показать, что он с серьезными намерениями. Он не просто хочет уловить Господа каверзным вопросом, как это делали фарисеи, падает на колени и спрашивает «Учитель благий, то есть божественный, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь ему говорит «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего и матерь твою». И на это юноша отвечает «Все эти заповеди я исполняю с юности моей». И Господь ему говорит «Одного тебе не достает. Продай все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за Мною». И этот юноша опечалился, потому что он был очень богат, и он отошел от Господа. И Господь, видя это, говорит, как трудно богатому войти в Царствие Божие. «Удобнее верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие. И когда собравшиеся недоумевали, кто же может спастись, Господь сказал, невозможное человеком, возможно Богу». Вот такой диалог. Вообще, когда мы в Евангелии слышим диалог между Господом, Иисусом Христом и кем-либо из людей, мы должны, наверное, обращать особое внимание, потому что часто в такой форме нам преподносится наше собственное общение с Богом, вопросы, которые мы склонны Богу задавать. И часто в таких разговорах содержится для нас важное поучение. Вот в сегодняшнем разговоре этот молодой иудей задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть совершенно явно это вопрос человека, которому в духовной жизни что-то не хватает. Или которому даже, можно сказать, что-то мешает. Отсутствие чего-то ему мешает в духовной жизни. Я думаю, мы все, кто здесь собрался, так или иначе попадаем в эту категорию. Нам чего-то не хватает в нашей духовной жизни. И вот интересен ответ Господа. Во-первых, Он его упрекает. То есть, казалось бы, вопрос похвальный. Человек явно интересуется глубокой духовной жизнью. Но Он обращается к Нему как к Учителю, но называет Его Учитель Божественный. То есть, наделяет Его Божественным достоинством. То есть, здесь, наверное, содержится некоторая лесть Учителю. И Господь Его за это упрекает. То есть, когда мы обращаемся к Богу, мы всегда должны абсолютно обращаться с чистой душой, с чистой совестью. Напрямую, искренне. И, во-вторых, Господь, чтобы подтвердить, что Он проповедует не какое-то новое учение, а этот молодой человек, наверное, ожидал, что этот Божественный Учитель скажет ему новую заповедь, который поможет ему попасть в вечную жизнь, чтобы показать, что Господь ничего нового не проповедует, Он отсылает его к заповедям. То есть, Он отсылает его к уже известному Ему Писанию. И мы можем вспомнить, что три недели назад мы слышали воскресное евангельское чтение, где тот же вопрос задал один законник, но уже не искренне, желая уловить Христа. Он тоже спросил, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» и получил тот же ответ. Господь его отсылает к Священному Писанию. Он говорит, в законе что написано, как ты его читаешь, то есть, как ты его понимаешь. Вот об этом можно говорить снова и снова, потому что часто человек просит Бога о чем-то. Человек хочет что-то получить от Бога и молит Его. Человек готов пойти даже на какие-то трудности и неудобства, поехать к какой-то святыне или желать встретиться с каким-то духовным лицом. Но вот момент исполнения заповедей, вот того, что написано в Священном Писании, в жизни человека может отсутствовать. Часто бывает, человек приходит на исповедь и говорит, я не знаю, что сказать, помогите мне. Но мы знаем десять заповедей, мы знаем заповеди Христовы. То есть, в данном разговоре Господь говорит этому молодому человеку и нам вместе с ним, то, как спасаться, уже описано в Священном Писании. И ты это прекрасно знаешь. Он, конечно, это знал. И интересно еще то, что это конец ответа на заданный Господу вопрос. Как и в случае с Законником, Господь получил вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь дал ему ответ. Священное Писание, закон, то есть то, что ты уже знаешь. И разговор продолжился только потому, что собеседник продолжал вопрошать Господа. Так, наверное, часто бывает и с нами. Мы получаем ответ, но нас этот ответ чем-то не удовлетворяет. И мы продолжаем вопрошать Господа. Ну и, наконец, наверное, самый главный момент в ответе Христа этому молодому человеку. Он ему говорит, «Продай имение, раздай нищим, приходи и следуй за Мною». Нельзя спастись, исполняя заповеди, исполняя закон по-фарисейски, то есть просто формально, с точки зрения буквы, закона. Нужно понимать и духовный смысл. Зачем, собственно, все это? Вот это то одно, о котором говорит Христос, когда говорит «одного тебе не хватает». Это изменение сознания, это перемена отношения к земным благам. И пусть нас здесь не смущает то, что Господь говорит о богатстве и что этот человек был богатый. Под богатством здесь можно понимать все, что отвлекает нас от духовной жизни. Это может быть даже семья, работа, друзья, популярность, успех, деньги, карьера. То есть все, что нас отвлекает от духовной жизни, что нас отвлекает от Бога и от Церкви. Христианство, и это особенно нам важно помнить сейчас в пост, это не просто исполнение каких-то предписаний, а это изменение состояния нашей души, качественное изменение. Мы часто подвержены искушению свести нашу веру, наше собственное христианство к набору некоторых запретов, которые мы исполняем. Люди часто спрашивают, а можно сегодня делать это? То есть и бывает, что человек выполнил вот эти предписания, человек говорит, а я был в Церкви Воскресенье, а я мясо не ем. И человек чувствует, что все, он исполнил то, что от него требовалось. Вот Господь не хочет, чтобы мы к нашей вере подходили так. Через формальное исполнение предписаний, через вот это исполнение заповедей, которые не затрагивают глубины души, в вечную жизнь не попадешь. Вот что нам говорит Господь в этом разговоре. И, наконец, вообще мы уже не первый раз видим, что христианство словами самого Христа подразумевает весьма радикальное отношение к окружающему нас миру и к земным благам. Господь говорит, возьми свой крест и следуй за Мною. Все вокруг нас стремятся к богатству, к успеху, к популярности, может, даже к славе. А Христос говорит, оставь это все, тебе с этим будет очень трудно или просто даже невозможно спастись. И даже когда ученики ужасаются, кто же может спастись? Ведь все этого хотят. А для иудеев богатство было свидетельством того, что Бог тебе благоволит. Христос отвечает, и эти слова заканчивают сегодняшнее чтение, невозможное человеком возможно Богу. Вот очень хорошо бы было, что если бы мы в каждой трудной ситуации, в каждой сложной ситуации, где мы от Бога что-то хотим, мы бы себе напоминали эти слова. Невозможное человеком возможно Богу. Самим нам от греха очиститься невозможно. Но для этого и существует церковь, в которой мы сейчас находимся. Для этого мы совершаем святую Евхаристию. Каждое воскресенье, каждый праздник. В молитвах ко святому причащению, которые мы читаем перед причастием, по крайней мере, два раза встречаются такие слова. Да будут нам эти святые дары в исправлении жизни, в исполнении заповедей. То есть мы сами не могли бы исполнять заповеди, если бы не получали помощь от Бога, которую нам щедро подает и подает всем, кто хочет ее принять. Невозможное человеком возможно Богу. Или из другой цитаты из Священного Писания «Взгляните на древние роды и посмотрите». Кто верил Господу и постыдился, кто пребывал в страхе Божьем и был оставлен, и кто взывал Господу и Господь пренебрег им. Помоги нам всем, Господь, об этом помнить и никогда не отпадать от Него и Святой Его Церкви. Аминь. Благословение Господне на вас, так и благодатью человеку любим всегда, ныне, присно и во веки Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok